Находясь в такой экзотической локации, такое ощущение, что где-то неподалеку находятся камни, возможно, какие-то древние сооружения. У тебя нету такого ощущения? Интересные у тебя ассоциации. И мыслишь ты верно, потому что сейчас мы узнаем подробности об археологических раскопках. И в гостях у нас человек, который об этом всем нам расскажет, Александр Герцен, декан исторического факультета археологии Таврической академии имени Вернадского. Александр Германович, доброе утро. Насколько нам известно, сейчас уже подошел к концу археологический сезон. А с чего же он начинается все-таки? Вы знаете, в нынешних условиях он не заканчивается. Практически раскопки у нас круглогодичные. Вы знаете, я не могу, конечно, отвечать за весь спектр археологического исследования, которое происходит на территории нашего полуострова. Новостроечные нынешние, вот, большие по масштабам работы, они требуют постоянного присутствия археологов. То есть, невзирая ни на погоду, ни время года. Мне, конечно, проще было бы говорить о том, чем занимается в этом плане наш Крымский федеральный университет, с его гостеприимством, которого мы пользуемся в этом райском уголке. Хочу отметить, что... Вот, кстати, насчет начала я все-таки действительно оговорюсь. Наш исторический факультет – это как раз то структурное подразделение КФУ, которое и готовит археологов. То есть, наша задача, не только академические исследования, да, они, конечно, очень важны, вот, но задача первого уровня – это готовить будущее нашей крымской археологии. А вот, скажите, каким образом готовят археологов? Ну, естественно, как любой процесс обучения, он распадается на две фазы. Теоретическая, то есть, они слушают курс, общий курс основ археологии. И это все заканчивается... Вообще, учебный год на первом курсе завершается археологической практикой. Мероприятием, которое все поколения студентов, которые прошли через наш факультет, вспоминают как лучшие дни своей студенческой жизни. Наверное, это очень интересно. Да. Ну, конечно, это напряженные дни. Нельзя сказать, что это такое, знаете, придание какому-то расслаблению и отдыху. Наоборот, это 24 часа. В определенных условиях, да, проводить? Конечно, да. И поэтому, вот, учитывая эту специфику, мы как раз работаем на памятниках, которые позволяют именно из поколения поколения готовить будущих археологов. А вот много ли таких памятников? И на каких работаете? Ну, вот я вам могу сказать, что нашим полигоном, основным, давним полигоном, ну, является средневековый город, крепость. Ну, его называют еще пещерным городом. Самый большой в этой группе поселений средневековых – это Мангуб. Это плато площадью около одного квадратного километра, на котором мы прослеживаем объекты, памятники, начиная с эпохи бронзы и завершая, ну, концом 18 века. То есть вся, можно сказать, история Крыма, весь ее спектр здесь представлен, и причем представлен подкрепленной еще и, ну, можно сказать, исторической, шкалой исторических событий, что не так часто бывает в отношении археологических объектов. Это византийская крепость, которая возникла еще в VI веке. Здесь были и хазары, здесь возникло в XIV веке княжество Феодоро, с которым устанавливались отношения России, ну, да, еще великого княжества Московского, формирующейся Россией. Вот велись переговоры о династическом браке между представительницей, правящей здесь династией, кстати, у которой в качестве их официальной символики были двуглавые орлы раньше, чем еще это произошло в России. Вот. Ну и героическая оборона Мангупа полугодовая во время вторжения на Крымский полуостров Османских войск. Это очень яркая страница. И 300 лет еще пребывания в качестве турецкой крепости, центра Кадылыка. То есть очень-очень... Очень богатая история, насколько я понимаю. Богатая. И поэтому здесь вот мы работаем... Вот в этом году это был 52-й сезон Мангупской археологической экспедиции. Начиналось еще с Крымского прединститута. Ну и сейчас мы уже работаем как федеральный университет. Вот что... Ну, если говорить об этом полевом сезоне в отношении Мангупа, то мы продолжаем исследование резиденции правителей княжества. Дворец Мангупских князей. Западная часть его изучается. Этот комплекс, который уже ряд сезонов еще, очевидно, нам предстоит продолжать здесь исследование. И каждый год приносит, конечно, много интересного. Вот в этом году открыта, например, часть застройки дворца, которая содержит очень важные для нас материалы 14-го века. Это сам-то дворец основан 15-го века. Но вот здесь как раз этот период, когда Крым находился в составе Золотой Орды. И связи здесь очень широкие, дальние, межцивилизационные, торговые. Прекрасные у нас коллекции посуды, причем дальний импорт. Это Селадон, например, возможно, китайского производства. Мы, в общем-то, можно сказать, чемпионы по количеству находок монет. Ну, за исключением, наверное, Херсонеса. Более 100 монет. Причем диапазон широчайший. От поздних римских императоров до монет Крымского ханства и Турции. В этом отношении Мангуб, конечно, уникален. Исследуется церкви, потому что это был город, который в глубинной части полуострова распространялось христианство. Начиная еще с 5-го века нашей эры. А в 14-15-м это был оплот православия на Крымской земле. Здесь десятки церквей. Это центр митрополии, готской митрополии. Вот это важный тоже сюжет истории Крыма. Культурной и конфессиональной истории. Ну, кроме Мангуба, у нас еще ведутся исследования и на других объектах. Вот профессор Храпунов Игорь Николаевич, он ведет исследования на некрополе Опушки. Это Мазанский сельсовет. Это уже фактически Долгоруковская яйла, высокогорная достаточно для Крыма местность. И здесь вот этот Опушкинский могильник, который еще в 2002 году, он стал уже объектом грабительских раскопок. Это, к сожалению, одна из наших миссий, это вести спасательные работы. По следам, к сожалению, нередко грабителей, которых по недоразумению называют черными археологами. Нет, это грабокопатели, это грабители. Так вот, Игорь Николаевич вот в этом году раскопал более 30 погребальных сооружений. Причем, чем интересен этот могильник? По-своему, уникальный. Он дает нам представление о тех этнических общностях, которые на нашем полуострове были представлены вот в это очень сложное, динамичное время, первые века нашей эры. Здесь у нас и поздние эскифы, государство, которое существовало с третьего до по третий нашей. Здесь и вторгавшиеся в Крым сарматы, средне-поздне-сарматская культура. И предшельцы, которые, ну, можно сказать, на основе которых у нас формировалось уже и средневековое население. Это годы, я ладно. Александр Ильич, я прошу прощения. Это очень интересно. Я прошу прощения, время, к сожалению, подходит к концу. Мы благодарим вас за очень познавательное и действительно полезное... Большое вам спасибо, но я хочу напомнить, что у нас в гостях Александр Герцен, декан Исторического факультета археологии Таврической академии имени Вернацкого.